Витамин 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 Это будут лепестки. Отрезаем прямоугольник чуть больше предыдущего. Это будет следующая часть розы. Отрезаем 4 лепестка. Из светло-розовой бумаги вырезаем прямоугольник. А дальше все аналогично. Далее делаем степель и оформляем цветок. Творчество успокаивает и настраивает на положительные мысли. Попробуйте сделать поделку из гофрированной бумаги. Это не сложное занятие, не требующее особых затрат. Зато результат вас обязательно порадует. А с вами была Майя. Пока-пока. Тимофей, ты молоко любишь? Конечно, я же спортсмен. А сухое пробовал? А такое бывает? Это такой порошок, похожий на муку, только со вкусом молока. Кстати, из него можно сделать конфеты. Серьезно? Как? Я бы такие конфеты попробовал. Давай посмотрим рубрику Кулинариус. Уверена, они тебе точно понравятся. Всем привет! Если вы хотите порадовать своих родных нежным и изумительным десертом, то угостите их приготовленными своими руками конфетами с кокосовой стружкой. Поверьте, они получатся не хуже покупных. При этом вы не затратите много средств и точно будете знать состав своего десерта. Для приготовления нам понадобятся сухое молоко, сгущёнка, сливочное масло, орехи и кокосовая стружка. Сухое молоко смешается с сгущёнкой и сливочным маслом. Консистенция должна получиться густой. Готовую смесь добавляем кокосовую стружку. А из получившейся массы формируем шарики, внутрь которого кладём орешек. Субтитры подогнал «Симон»! Не забудьте отправить в холод на пару часов. Нежные, ароматные и очень вкусные конфеты готовы. Уверена, что после того, как вы их попробуете, другие не захотите. С вами Готелла Ярослава. Приятного аппетита! Тимофей, вот ты знаешь, как можно красиво оформить праздничный стол? Мне кажется, для этого понадобится нарядная скатерть, красивая посуда, ну и блюда интересно оформленные. А ещё можно сложить салфетки, и тогда праздничный стол будет ещё наряднее. Но как же это правильно сделать? А это нам расскажет Арина в рубрике «Лови лайфхак». Всем привет! Существует множество способов, как обычными салфетками украсить праздничный стол. Творческий подход к оформлению стола поможет задать цветовую гамму, настроение торжества, а также сделать акценты. Чтобы красиво украсить бумажными салфетками праздничный стол, не нужно особого оборудования или умения. Научиться может каждый. Свеча. Развернутую салфетку сложить в треугольник по диагонали, немного не совмещая края. Основание напротив прямого угла подвернуть на 5-10 см и перевернуть заготовку подгибом к столу. Аккуратно свернуть салфетку от любого конца в плотную трубочку. Оставшийся край завернуть в карман. Затем расправляем пламя и устанавливаем на тарелку. Роза. Для начала вставим стакан и подготавливаем небольшую стопку салфеток. По краю стакана сгибаем салфетки острым углом внутрь. Уложив первый слой, таким же способом укладываем второй слой. Переворачиваем стакан и достаем бумажную розу. Сердце. Складываем треугольник. Из него формируем ром. Левый угол подгибаем по диагонали влево, а правый угол подгибаем по диагонали вправо. Продолжение следует... Не бойтесь включать фантазию и воображение. Они помогут вам выразить себя, раскрыть таланты, а также улучшить настроение. Покрашайте стол не только для праздников, но и для повседневных обедов. Тогда ваш день будет заряжаться положительными эмоциями. Ну а с вами была Арина. Пока-пока. Тимофей, ты танцевать любишь? Конечно. Кто же откажется потанцевать под веселую музыку? Отлично. Потому что наша следующая участница рубрики «Спорт детки» как раз занимается хип-хопом. И готова рассказать, как же проходят ее тренировки. Интересно. Скорее смотрим. Всем привет. Меня зовут София. Я занимаюсь хип-хопом уже 7 лет. Я решила заниматься хип-хопом, так как с детства для меня это стала очень интересной субкультурой. Я начала интересоваться этими танцами, пошла со своими друзьями. И теперь уже 7 лет непрерывно занимаюсь этими танцами. Хип-хоп — это уличный стиль, где через танец ты можешь показать себя, свою душу, ты можешь раскрепоститься и танцевать так, как тебе комфортно. Моё любимое движение — это кэббэч-пэйдж, и выглядит оно вот так. Соню я знаю уже много лет. Она очень способная, инициативная, креативная. И танцует уже на очень хорошем уровне, участвует в различных чемпионатах. И вместе с другими ребятами, и соло, занимает призовые места. То есть она очень-очень способная ученица. Всё начинается с музыки, начинается с самых основ, с базовых движений. И самое главное в хип-хопе — это даже как бы не движение, это умение почувствовать музыку и качать под музыку. Очень свободный танец, который помогает ребёнку раскрыться, действительно почувствовать, что он может показать людям, развить свой характер, развить свою силу, силу воли и физическую силу. И хип-хоп, на самом деле, очень хорошо помогает социализироваться в обществе. Друзья, передача подошла к концу. Но не расстраивайтесь, ведь мы увидимся ровно через неделю. Ну а с вами были самый разговорчивый телеведущий Тимофей, очаровательная Соня и передача «Витамин». Всем пока!